Почему называю коллеги? Потому что в 85-м году закончился 8-й тот в Ставропольске и до 2010-го года все время был в сельском хозяйстве. Так судьба распорядилась, что те полтора курса, то есть три семестра, которые слушаем мы все, агрономы, метеорологию, так получилось. Знаете, смотря на сегодняшние и все эти события, мне просто, я еду и всегда смотрю на поля, жалко и грызуны, сколько мышей и всего. Бедные мы бедные, как всегда были. И плюс непроворотливость нашего правительства. Вот сегодня ехал, говорит, замминистра экономического развития, говорит, так мы можем полностью отказаться от польских и вообще иностранных яблок. Только надо помочь Ростовской области, Краснодарскому краю, Саратовской области, Ставропольскому краю. И всему, будем говорить, Кавказу в хранении, потому что произвести могут больше, чем вся Польша. Говорит, и вот по мясу мы можем выйти, и по КРС, говорит, и особенно по овце. Говорит, только надо помочь снова дотациями на эти все виды животных. Я говорю, ну, это естественно, когда все вырезали, теперь помочь. Вот знаете, один есть пример. Я был замминистра, и в момент где-то второй год или четвертый год АО «Холод» Виктор Васильевич Сарамко мороженое производил. В Пятигорск. Да, в Пятигорск. Он 15 тонн загрузили в Як-40 и отвезли в Израиль. Всего лишь полтора суток, 15 тонн, не зная, ничего нету. Виктор Васильевич говорит, договариваемся к Мироводскому аэропорту Ту-134 или Ту-150. Ну, Ту-134. Загружаем 45 тонн мороженого. Готовимся к взлету. Ну, он готовится к взлету. Приходит сообщение. Кнесет Израиля запретил ввоз мороженого в свою страну. Все. А у нас гербицидов нету. Параллельный импорт. Параллельный импорт ни на запчасти, ни на, будем говорить, марочные все масла. Ну, ничего нет. Вот у брата импортный трактор. 12 тысяч стоило, 12 рублей, ну да, 12 тысяч стоило канистра масла. Сейчас 22. Потому что производит только Германия. И мне, естественно, очень жаль. И, к сожалению, ну так, всевышние силы распорядились, что с 2018 года мы не можем за тысячелетние наблюдения за погодой подобрать хотя бы за последние сто лет год аналог. Вообще ничего не идет. Ни в 2018, ни в 2019, а в 2020, в 2021, в 2022 вообще ничего не совпадает. Нету. Смотришь, как говорится, книгу, видишь фигу. Нету ничего. Ну, повторяться слишком долго не буду. Скажу, что яровые хорошо, но основным критерием их роста является влага. К сожалению, у нас в декабрь выпало всего лишь 78% нормы, а в некоторых регионах или в некоторых районах, это особенно восточная зона, вообще 45-50. Это вот Римонницкий район, часть Заветницкого района, я говорю по Ростовской области. В январе температурный режим был неустойчивый, но не было слишком холодно. И у нас температура на узле окущения по озимой пшеницы, если смотреть, ниже 14 градусов, и то два дня это было, не опускалось. А так все прошло нормально. Опять же, температура воздуха, хоть и были резкие скачки, не превышала нормы и даже было ниже нормы. Осадка в среднем в январе выпала еще меньше, 39% в Ростовской области. Норма 43-45 миллиметров выпала в среднем где-то 17 миллиметров. Ну, в некоторых хозяйствах чуть больше. Это вот северная часть. В конце первой декады января повсеместностно установился снежный покров, но он был кратковременный, сами видели, и очень-очень слабый. От 0,5 до 7 сантиметров. И практически по южной половине он быстро растаял. Февраль был, уже мы говорим в прошлом, сегодня 1 марта, всех с данным весенним днем можно поздравить. Выпало значительно больше осадков, практически 125% нормы. Это в среднем 44-50, по некоторым районам, даже до 70. Средняя декадная температура, вы видите, что она располагает тому, что никаких катаклизмов или располагало не было. Что касается, скажу наперед, что касается о марту месяца. Ну, мы смотрим по всем, так сказать, картам нашим, которые мы можем увидеть. Как и у вас проблема, так и у нас проблемы. Вся элементная база у нас импортная. Кроме осадкомера Третьякова и психометрической будки, ничего нет. Термометры изготавливают Китай. Все остальное финны, немцы, французы и очень много американцев. Ничего не поставляется. Позапрошлым году срок службы всех автоматических комплексов, всех гидрологических комплексов, всех автоматических станций вышел. Работает 10 лет, плюс-минус от 15 до 2 месяцев. Все. Выходит из строя, восстановлению не подлежит. Все четко. Плюс, китайцы-паразиты делают, если российская промышленность сделала термометры из высшего качества, первого сорта ртути. Они делают, пишут первый сорт, ну, буквально служит термометром. Два-три месяца, потом ртуть сегментируется. На шарики раскатывается и ничего невозможно сделать. Ну, выходим из положения. Плюс, естественно, когда началась у нас СВО, Украина полностью закрыла свое небо, отключилась от всех сайтов, убрала все свои выкладки, закрыла все свои, хоть мало-мальски имеющиеся локаторы. И часть Европы – это вот Польша и Румыния. А если мы их не видим, мы не видим вторжения теплых масс и не можем четко сформулировать и спрогнозировать. Ну, всеми правдами и неправдами, айтишники тоже есть, которые залазят туда, куда нельзя залазить, как вот Артем сказал. Вот оно не сертифицировано, не зарегистрировано. А что делать? Выхода нету. А погоду надо сказать. Что касается по марту, средняя температура воздуха и количество осадков мы жадаем около нормы, потому что постоянно сейчас у нас идет, вот скандинавские циклоны спускаются с затоком холода, и они идут влажные. Вы видели и снег, и особенно, как февраль начался, особенно вторая декада. Первая декада в большинстве дней осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью 1, минус 1, плюс 4. При прояснениях в первой половине декады до минус 8 ожидаем. Днем 0, плюс 7. По югу в отдельные дни до 12 градусов. Тепла. Вторая декада в отдельные дни осадки температура воздуха ночью минус 3, плюс 2. При прояснениях, вот здесь, минус 12, днем 5-10. Третья декада в отдельные дни дожди температура воздуха ночью 1,6, с плюсом днем 9-14. Среднемесячная температура воздуха и количество осадков, вот смотря по всем нашим кольцовым картам, то есть по развитию циклонов, вроде бы ожидается в пределах нормы. В первой декаде мы все-таки ожидаем, что будут дожди. Иногда могут быть с мокрым снегом, температура будет от плюс 1,5 к концу декады до минус 1,5 ночью, днем 10-15. Вторая декада в отдельные дни дождь, температура воздуха будет плюс 2, плюс 8. В отдельные ночи понижение вплоть до заморозков. Днем 10-15. Третья декада ожидается полностью теплая, повсеместно ожидаем, пройдут коротковремя дожди, возможно будут даже грозы, температура воздуха будет ночью где-то плюс 7, плюс 13, днем 11-16, в отдельные дни будет 26, и вот здесь возможно будет, к сожалению, в некоторых районах и градовая составляющая, потому что как только температура воздуха в приземном слое переходит через 22-24 градуса, это вероятность того, что если будут выпадать осадки, в связи с тем, что атмосфера вверху еще полностью не прогрелась, то будет выпадать град. Ну, не такой крупный при апрельских, это мою более крупный. Но возможны такие вот проблемы. Вот у меня коротко все, желаю вам, чтобы мы нашими прогнозами вас не испугали, чтобы все-таки они оправдались, но только в большую сторону. И удачи вам в этом году. Мы всегда ждем, когда цифра появится 180. Появится она или нет, не могу сказать, не провидится. Поставка, то, что не додано в ноябре, декабре и в январе особенно, потому что промерзания не было, все прекрасно было, но снега не было, не было осадков. Все время присутствовал, и вы видели, восточное, юго-восточное, северо-восточное правление ветра, которые, ну, только юго-восточное бывает у нас, подбрасывает, если только с Греции, будем говорить, с Югославии, с Молдавии заходит циклон, он переваливается через Кавказский гребет в районе Дагестана, там выпадают осадки, и полностью накрывает весь Восток, и проблем тогда не бывает. Но, к сожалению, нам не повезло с погодой в этом году. Ну, не важно, и просто у нас данные есть на 25 февраля, на 25 февраля, значит, по Краснодарскому краю запасы влаги калибрятся минимально 120 или 180, и есть даже 200, это вот Гулькевичский, Кавказский районы, здесь влага, встречность хорошая. По Ставропорскому краю, те хозяйства, которых сахарность выплыла много, в городе Миксовской, у них сейчас всего лишь навсегда 70-80 миллиметров, а, ну, в основном, запасы уже поправились до 100 или 130, но это еще низкие запасы, ну, вряд ли они до 150 до этих. По Донецку здесь запасы влаги 180-200, хорошие запасы, по Крыму запасы влаги 150-200, да, по Ростову... Снегом очень много было. Да, по Ростову запасы влаги очень теплые. Здесь северо-запад, при Азове, большая часть северо-востока, это за 150-180 миллиметров, а вот юг, значит, южная зона, часть центральная зона, здесь 120-150. Хотя вот южная зона, она разная, допустим, цели не есть, где есть 180-200 миллиметров, но она локально как-то расположилась вот так. А сколько станций сейчас у вас работает в Ростовской области? Что-что? Сколько станций в Ростовской области? Ни одной не закрылось, как было 26, хотя это очень мало, вы знаете, что станции от станции по всем нашим нормам должна была, будет находиться на расстоянии 15 километров. По Ростовской области говорить. А как же страховые платежи казакова? 60 километров наименьшее, ну 57 там в одном месте есть. А так, например, если Казанская, это общество 60 километров, она от Зимников по прямой. Вы знаете, в 20-м, Ольга Георгиевна, мы с вами когда, в 20-м году встречались, наверное, по метеостанциям, когда 29 станций хотели открыть? Да, я не знаю, что вам это делать. С 19-го на 20-й год. Но, к сожалению, этот проект сначала знамя подняли, высоко все, и пригласили людей, все, а потом, к сожалению... Но вы же сами пошли, подняли очень высокое... Мы же не производим, мы не производим. Нет, у вас аренда и обслуживание. Значит, там 9 тысяч в месяц. 9 тысяч... Ольга Георгиевна, 9 тысяч в месяц. Давайте... Оля Георгиевна, 9 тысяч в месяц было, как сейчас, помню. Да, давайте еще вопрос. Можно, Господь Сергеевич? А подскажите, пожалуйста, вот всекурсного производства, и у нас каких помненных сайтов вы бы рекомендовали пользоваться, которые делают довольно недостроенные прогнозы? На сколько? Только на 3 дня. Только на 3 дня, ну, сутки, 3 дня, 5 есть. Это в ГИСМЕТИ или заходите на наш сайт, Донпак, там, вот, в Южном федеральном округе. Ну, это всегда выдается среднее по поликлинике или по больнице. Понимаете, я тут ничего не хочу скрывать, потому что финансирование у нас 75%, как положено, должно было государственное, съехало сейчас до 59%. Остальное, говорит, зарабатывайте, плюс лицензии роздали всем, кто желает. Всем. Естественно, наша информация практически сейчас потребляется, я не обижаюсь, но потребляется на том же уровне, который, ну, чуть, может, там, 1-2% добавляется в год, она с 2019 года не поменялась, потому что больше всего разным организациям выдавались лицензии, и вы можете купить, вот, станция «Сокол-1М», она стоит, там, вот, сейчас, 200, по-моему, 40, 250, 260, и с теми же датчиками, плюс, там, 3-4, там, до, по-моему, до 6 комплектов или до 5, и на каждое поле можете разложить даже без этого, я же говорю, вот, мы говорили 9, максимум 12 тысяч в месяц за обслуживание, что мы полностью архивируем, ну, вы же должны пользоваться, потому что для страховой компании надо, чтобы, если вы применяете свою метеостанцию, чтобы она зарегистрирована была, координаты вбиты, и, и что, почему? Они не принимают. Не надо. Ольга Георгиевна, пожалуйста. Ольга Георгиевна, пожалуйста. Мне два вопроса. Скажите, пожалуйста, все-таки прогноз на апрель. Ждет ли нас быстро или сна? Потому что вы первые озвучили такие высокие температуры в конце марта. Обычно по всем, вот, я тоже отслеживаю разные сайты, и гидромет, я слежу за вашими прогнозами, и даже получаю декадные прогнозы. У меня с вами заключен договор. Да, я знаю, знаю. Для меня это очень важно. Пожалуйста, вы дали очень высокую температуру... По апрелю месяцу. 26... Нет, в марте, вы сказали... По апрелю. 26 градусов. Нет. Весна у нас ранее. Апрель. Вморный рост температуры во второй декаде марта. Но по сайтам этого не наблюдается. И вы первые сейчас озвучили такую высокую температуру. По марту... В третьей декаде, да? В третьей декаде до 14 градусов. Это в апреле 26 градусов. Да. В апреле. В апреле это еще более или менее. Я думаю, ну не говорил, я же без листка разговаривал, листок даже. Наверное, тоже все присутствующие знают, такой ресурс, как бланцовый. И они дают буквально осадки на каждое поле. Я проверяла. Цифры разные. Как можно так добиться? Так как, мошеннички. Значит, уважаемые коллеги, у нас есть сборники, которые мы последние выпустили в 1986 году. Вот что делает ФОБОС? Там за 30 лет. Что делает Европа? ЕСИМО, который находится в Англии, в медофисе 1. Это недалеко от Лондона. Они делают следующее. Если у нас суперкомпьютер всего лишь полтора, ну сейчас его чуть-чуть раскачали, до трех пентофлоп. То у них, мы были в 2018 году, 17 пентофлоп. А в 2020 году они уже 20 сделают пентофлоп. И они считают 48 ансамблей погоды. Нигде ничего не беря. Просто беря справочник и 50 лет или 100 лет погоды. И компьютер рассчитывает варианты. Выдает 50 ансамблей. То есть 50 вариантов. Отбрасываются самые лучшие и самые худшие. Выбирается посредине 8-10 вариантов. Ну, иногда 12. Француженко там, директор этого огромного, будем говорить, заведения. И выдается по всем. Я задаю вопрос. А как по России? Ой, вай, 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 вай. Ни в коем случае, говорит. У вас такая территория, что станции надо увеличить в 100 раз. Потому что река Темза, на ней находится 1200 датчиков, закопанные в земле на 50 сантиметров. И по уровню подъема грунтовых вод, они всегда скажут, какая будет погода, какая будет влажность, какая будет, если можно так сказать, приточность Темзы. Затопит или не затопит? У нас на Дону знаете сколько датчиков? 17. А он, по сравнению с Темзой, как знаете, говорит, 100 граммовый стакан и ведро воды. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. а